Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Отставка Садридиновой, благоустройство, жалобы на маршрутки, неделя нацпроекта культура и дворец художественной гимнастики, о чем говорили на аппаратном совещании. Ветеранам медпомощь, студентам квесты. В регионе уже готовятся к 75-летию Великой Победы. День Святого Блаженного Андрея, как почтили покровители Симбирской земли. Очередной скандал с депутатом КПРФ из Димитровградской Городской Думы. Прошедшее вчера аппаратное совещание выдалось жарким. Губернатор Сергей Морозов озвучил ряд решений, среди которых отстранение от должности министра строительства и архитектуры Ульяновской области, разбор транспортных проблем и найм руководителей из других регионов. Подробности у Егора Титова. Губернатор провел аппаратное совещание в областной детской школе искусств. Но в начале заседания говорили не о вопросах культуры, а о безответственности отдельных чиновников. Сергей Морозов отметил, что жители региона возмущаются тем, что они не сдерживают своих обещаний. В частности, это касается дольщиков в дом номер 5 по улице Панорамной. В связи с этим губернатор распорядился освободить от занимаемой должности министра строительства и архитектуры Алсуса Дореддинову. Именно вот так будем подходить. Обещали сделать, не сделали. Лучше всего либо попросить прощения и, что называется, вымолить свои грехи, чтобы люди вам дали возможность в новый срок реализовать это. Либо заявление на стол и до свидания. Предупредил в очередной раз об ответственности губернатора руководителей муниципалитетов. До 31 декабря должны быть разработаны дизайн-проекты всех дворов и общественных пространств, которые ждет благоустройства. Не сделайте, я вам вполне официально заявляю, перечисления денег не будет. Потому что все попытки идти вам навстречу заканчиваются весьма плохо. Потому что вы срываете сроки, а значит срываете наши общие с руководством страны обещания перед людьми. Потом вы делаете это все некачественно, с нарушением законов, с нарушением, так сказать, там всяких, так сказать, подзаконных актов. В результате появляется представление, либо еще того хуже. Начинается, скажем там, в том числе, так сказать, разборки странных правоохранительных органов. Еще одно невыполненное обещание касается маршрута номер 28. Губернатор отметил, что ему приходит большое количество жалоб на несовременные движения автобусов. Люди готовы уже жаловаться президенту России Владимиру Путину. Завтра в 6 утра приглашаем руководителя данного маршрута Кадерметову Ирину Ивановну и будем вставить вопрос о разрыве договоров обслуживания данного маршрута и наведем в течение этой недели порядок, о чем я вас проинформирую сам лично. По этому маршруту также поеду. Губернатор получил усилить контроль за регулярностью общественных перевозок. Обратил глава региона внимание на то, что эта проблема касается не только города. Во многих районах люди не могут уехать в райцентр и пользуются такси. Главы муниципалитета должны взять на себе решение этой проблемы. На аппаратном освещении были подведены итоги недели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Центральным событием недели стал 11-й бизнес-форум «Деловой климат в России». Пожалуй, наверное, это самая масштабная неделя национального проекта, которая из всех трех в текущем году была нами реализована. Хочу отметить, что общее количество участников в этом году форума превысило 2000 человек. Это 15 регионов и 5 стран мира. Хочу отметить, что более 50 мероприятий прошло. Губернатор проучил руководителя муниципальных образований подготовить свои инвестиционные послания. Также глава региона выступил с инициативой активизировать диалог с самими успешными муниципалитетами в стране. Их опыт должен перениматься в Ульянской области. В том числе руководители из других регионов будут приглашаться на работу в нашу область. Я даже вот сейчас рассматриваю возможность, потому что будет такое существенное обновление руководства правительства многим министрам, зампредам, председателям предложить поехать и проявить себя в муниципальных образованиях. Почему нет? Неделя нацпроекта по развитию предпринимательства завершилась. Началась неделя национального проекта «Культура». Старт ей был дан на аппаратном совещании в областной детской школе искусств. Выделены деньги на реализацию нацпроекта в этом году освоены на 85%. В правительстве нет сомнений, что до конца года результат будет стопроцентным. В целом на сегодняшний день можно констатировать, что реализация этого проекта на территории региона в 2019 году осуществляется достаточно успешно, потому что контрольные точки не нарушены, целевые показатели достигнуты и по оперативным данным за 11 месяцев один из самых главных показателей, который ставится для нас как ориентир в реализации этого национального проекта «Рост посещаемости учреждений культуры» уже вышел на ту заявленную цифру, о которой мы говорили, по результатам года. По итогам нацпроекта «Культура» в этом году отремонтирован театр «Кукол». Запущен проект земского театра. В следующем году будут открыты еще два земских театра. В Солдатской атошлее и Корсуне. Закуплены музыкальные инструменты для областной детской школы искусств. И продолжается ее ремонт. На укрепление материально-технической базы школы было выделено порядка 12 миллионов рублей. Благодаря этому мы завершили ремонтные работы по фасаду зданий, входной группы, учебным кабинетам этого здания, электромонтажные работы. Выполнили работы по ремонту вороты и забора. И в этом году мы сейчас, буквально на этой неделе, завершаем работы по крови этого здания. В следующем году школа отметит 80-летие со дня своего создания. Предлагается присвоить ей имя губернаторской школы для одаренных детей и создать на ее базе Центр по воспитанию резервы для дельфийских игр. В завершении аппаратного совещания губернатор сообщил, что подписал распоряжение о строительстве Дворца художественной гимнастики. До конца 2020 года необходимо выйти на завершающий этап. Дворец будет носить название Татьяна Арена. В честь знаменитой ульяновской гимнастки и тренера Татьяны Грибковой. Егор Тестов, Александр Кудряшов, Новость Улправда ТВ. В Димитровграде в центре довольно щепетильной ситуации оказался очередной депутат местной думы Сергей Крючков. Днем 5 декабря на одной из улиц, расположенных в Березовой роще, работали сотрудники отдела муниципального контроля. Что оказалось в фокусе внимания и как прокомментировал ситуацию сам депутат в материале наших димитровградских коллег. Добротный дом из красного кирпича в одном из живописнейших уголков Димитровграда. Именно здесь, судя по информации из достоверных источников, проживает депутат гордумы 3-го созыва от партии КПРФ Сергей Крючков. Ранним утром пятницы здесь работали сотрудники отдела муниципального контроля. Чиновники что-то мерили у забора строения. Комментировать происходящее наотрез отказались. Все вопросы к нашему руководству, к исполняющему обязанности заместить главу Большакова Андрея Николаевича. Нежелание сотрудницы горадминистрации комментировать происходящее лично нам очень понятно. На даму и так активно давят со всех сторон. То выговор объявят необоснованно, то на задание непонятное отправляют. Кстати, Большаков не смог нам объяснить, что его подчиненное делало возле дома депутата. Однако в понедельник ни утром, ни днем, ни даже вечером комментариев от Большакова мы не дождались. Равно как от депутата Крючкова. Чем закончится данная история, остается лишь догадываться. Но количество скандалов с участием депутатов нынешней думы начинает настораживать. Эмран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Димград-24. Специально для Управда ТВ. В Ульяновске сдержали подозреваемого в вымогательстве и покушении на убийство. По версии правоохранителей, в сентябре 23-летний местный житель повздорился со своим знакомым возле одного из домов по улице Толбухина. Что произошло дальше в нашем материале? Не придя к компромиссу, молодой человек несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Травматический? Да. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Да. По какой статье? Условно только. По какой статье? По статье 111. Кроме этого, как стало известно следствию, в ноябре Ульяновец предложил индивидуальному предпринимателю услуги криминального покровительства, требуя взамен до 20 тысяч ежемесячно. В случае отказа угрожал физической расправой и порчей имущества. Полицейскими у задержанного изъят травматический пистолет, а также самодельный обрез охотничьего ружья калибра 16 мм. Возбуждены уголовные дела по статьям покушения на убийство, вымогательство, незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение или ношение оружия. Задержанного заключили под стражу. Если вы пострадали от действий данного гражданина, просим сообщить об этом в межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью по телефону 67 68 02. Конфиденциальность гарантируется. Проект рекультивации барда-хранилищ будет в следующем году. Об этом было заявлено во время визита председателя правительства Ульяновской области в Муловку. Информация прозвучала от руководства ООО и Ацброк. Александр Смекалин выполнил обещание, данные жителям Уловки во время одного из предыдущих визитов в Меликеский район и вместе с представителями Минприроды и Росприроднадзора, а также общественниками и руководством Гиппократа, побывал на барда-хранилищах. Александр Смекалин провел выездное совещание с представителями Министерства природы и цикличной экономики, общественниками и руководством предприятий Гиппократ и ООО «ИАЦброк» непосредственно на барда-хранилище. Регионального премьера больше всего интересовались сроки начала рекультивации котлованов. Руководство предприятия заверило, работы по проектированию будут начаты в следующем году. Начало процесса затягивается в связи со сменой профильной организации, которая должна заняться документацией. Вместе с тем, по просьбе Смекалина, часть документации начнут готовить уже в этом году. Также на месте обсудили итоги проверки, которую провело Минприроды. В Министерство природы и цикличной экономики поступило жалоба от жителей посёлка Муловка в отношении компании ООИ «Ясброк». Министерством была проведена проверка в отношении данного юридического лица. Были выявлены нарушения природоохранного законодательства. 12 декабря будет рассмотрено дело. И в отношении юридического лица будет вынесен протокол и предписание о устранении выявленных нарушений. Подробнее о выявленных нарушениях председателю правительства региона и общественности обещали рассказать после составления протокола. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру из Димитровграда. В Ульяновской области подвели итоги реализации государственного плана, связанного с конкурентной политикой. Заседание Координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции в регионе прошло в здании Центробанка. На мероприятие побывал наш корреспондент Рината Алиулова. Ульяновская область не выполнила указ президента Российской Федерации. Эта формулировка неоднократно звучала во время заседания Координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции в Ульяновской области. Итоги работы за 2019 год оказались не столь радушными, как хотелось бы. По результатам мониторинга реализации так называемого стандарта в Ульяновской области из 36 ключевых показателей развития конкуренции на выбранных товарных рынках пока достигнут 32. Не все гладкое в рейтинге содействия конкуренции, которые формируются из двух основных блоков. Первый касается количества и качества реализованных стандартов развития конкуренции. Блок номер два – это достижение установленных целевых значений. В среднем в 2018 году, реализуя стандарт в Ульяновской области, мы получили показатели в размере 77%. В Российской Федерации такой показатель составляет 73,5%. Хочу сказать о том, что годом ранее этот показатель по Ульяновской области состоял 83,5%. То есть мы упали практически на 6,5% с вами. А вот показатели по Российской Федерации на 5% вырос. 21 декабря 2017-го в стране вышел указ номер 618 об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции. Глава региона Сергей Морозов хочет, чтобы все строго придерживались принципов, изложенных в нем. Документ должен быть настольной книгой каждого. На мой взгляд, уже у всех должно быть в крови, что развитие и обеспечение конкуренции – это, если хотите, вопросы национальной безопасности. Принципиально важным является, на мой взгляд, положение указа, которое определяет, что активность содействия развития конкуренции в Российской Федерации является приоритетным направлением деятельности для всех органов государственной власти. Сейчас одной из ключевых задач на 2020 год в реализации национального плана развития конкуренции является снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов госвласти и местного самоуправления не менее, чем в два раза по сравнению с 2017-м годом. Ведь и здесь регион не вписался в рамки указов главы государства. Количество нарушений со стороны муниципалов в 2019-м году увеличилось в три раза. Все эти нарушения выявлены на основании заявлений и жалоб субъектов хозяйственной Ульяновской области. То есть ни одно нарушение не выявлено в ходе инициативной проверки Федеральной антимонопольной службы. Но можно только догадываться, что если были бы такие инициативные проверки, возможно, таких нарушений было бы еще больше. Спирчаков озвучил одну из возможных причин – непонимание должностными лицами той задачи, которую поставил президент, и отчасти безответственность. Не нарушая традиции, вместе с главой региона, руководитель региональной антимонопольной службы подписал ежегодный план мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии между службой и правительством на 2020 год. План включает пять блоков. Один из них связан с созданием в регионе проектного офиса по развитию конкуренции. Сергей Морозов просил возглавить его главу кабинета министров Александра Смекалина. Ринат Альулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Наградили почетных ульяновцев и перешли к обсуждению подготовки ко Дню Победы. В региональном правительстве прошло заседание Оргкомитета. Что приготовили для студентов и чем порадуют ветеранов? Подробности в материале Виктории Черковой. В декабре готовится не только к новогодним праздникам. Есть торжество, которое заслуживает особого внимания – 75-летний юбилей Великой Победы. В правительстве провели заседание Оргкомитета. Главы министерства, аппарат правительства обсудили планы подготовки. В мероприятии состоялось День Героев Отечества. В этот знаменательный день мы проводим, наверное, все же крайнее заседание Оргкомитета Победы в уходящем году. Хотя, если будет потребность, то обязательно найдем время. И сегодня нам совместно необходимо подвести итоги работы уже за уходящий год. А самое главное – обсудить подготовку к предстоящему году памяти и славы. Губернатор наградил выдающихся общественных деятелей. Звание Героев Малой Родины получили ульяновцы, которые активно участвовали в жизни нашего края. Активных граждан занесли в региональную книгу почета и одарили наградными знаками. Затем приступили к главной теме заседания – как Минздрав заботится о наших ветеранах. Инна Чегирева отчиталась о проделанной работе. В регионе функционируют 39 мобильных бригад, куда входят соцработники и медики. А в больницах региона действует 96 специализированных палат. Там же организована система диспансеризации. Медосмотры ветеранов обещают провести до 1 апреля 2020-го. Также у нас находится на контроле лекарственного обеспечения ветеранов. За этот год обратилось за льготным лекарственным обеспечением 33 человека. Все они обеспечены всеми необходимыми лекарствами, те, на которые у них выписаны рецепты. Молодежи необходимо напоминать о подвигах. Юные ульяновцы не заскучают от учебников и конспектов. В авиационном колледже придумали проект «75 шагов к великой победе». Квесты на эрудицию, оказание медпомощи и военное дело. Проект стартовал в октябре. Все студенты Ульяновска подключились к военно-патриотическому движению. В октябре-ноябре у нас уже были подведены итоги. И заканчиваем мы это в мае. То есть это у нас, естественно, будет парад победы. Это будет бессмертный полк, заключительные такие этапы. Подведение итогов мы планируем после 15 мая. Проект проводится на конкурсной основе. Самые активные студенты-победители отправятся в путешествие. Главными призами будут поездки в города-герои. Волгоград, Санкт-Петербург и Москву. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ. Сегодня православные земляки отметили День Покровителя Града Симбирска Андрея Блаженного. Что происходило на территории Спаса Вознесенского собора и какую программу мероприятий подготовили для ульяновцев. Узнаете в нашем материале. День Святого Блаженного Андрея празднуют православные ульяновцы. К монументу Покровителя Града Симбирска сегодня возложили цветы. В церемонии участвовал митрополит Иосиф, церковные служители и прихожане. Почтить Блаженного Андрея пришли не только горожане, но и жители области. Отец Игорь Сила-Арбузовка рассказал о том, кому святой помогает в первую очередь. Это покровитель каждого страждущего человека. Человек, имеющего житейские нужды, скорби, болезни, проблемы. Покровитель тех простых людей, которыми мы являемся с вами, каждый из нас. Человек, который снисходит к немощам, интересным, обычного, простого, как теперь говорят, труженика. Человека, который на все житейские нужды и запросы наши откликается. Как известно, памятник Блаженному Андрею находится на территории Спаса Вознесенского собора. Десятки верующих со всей области приехали поклониться святому, попросить за родных и близких. Раиса Рябова из Тагая к празднику относится очень трепетно. Километры пути для нее не имеют никакого значения. Приехала из области, я не здесь живу, но с таким удовольствием встречаю этот праздник. Столько благодати, столько всего-всего, что я здесь получаю, что необходимо для моей души, для моей жизни, для моих детей. В изложении цветов праздничная программа не ограничилась. В школе номер 52 состоится беседа на духовную тематику, а в областной школе искусств пройдет концерт, посвященный памяти симбирского покровителя. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Управды ТВ. Около 10 часов практически беспрерывных схваток на трех коврах и почти половина тысячи участников. В Ульяновском спорткомплексе «Фаворит» прошел первый международный фестиваль по борьбе с самбо, посвященный святому великомученику Георгию Победоносцу. Участвовали в нем самые маленькие самбисты, возраст которых ограничился 15 годами. Ежегодный городской турнир по самбо, посвященный памяти великомученика Георгия Победоносца, в этом году решили превратить в полноценный международный фестиваль истино-российской борьбы. Пригласили всех, приехали кто мог. 476 молодых самбистов из шести стран и пяти городов России. О таком организаторы даже и не мечтали. У нас первый является фестиваль международного статуса. К нам приехали наши друзья с Азербайджана, с Армении, с Донецкой Народной Республики, с Таджикистана, с Узбекистана. Такую массовость мы не ожидали. На следующий год у нас планируется еще больше спортсменов. Ну, конечно, более уже большого, более масштабного мы проведем. Я думаю, либо на базе педагогического университета, либо на легкоатлетическом манеже. Цель фестиваля, по словам организаторов, сближение народов, проживающих на территории Ульяновской области через спорт. На открытие пригласили много именитых гостей. Пришли и батюшка, и мула. Оба пожелали участникам соревнований успехов и честной борьбы. А руководители региональных национальных культурных автономий отметили, такие соревнования сближают наших детей. Но главным гостем на этом турнире стал прославленный спортсмен из Санкт-Петербурга. Профессиональный боец ММА, Лиги ACB, чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов. Он приехал в Ульянск не только для того, чтобы поддержать фестиваль, но и стимулировать молодежь к занятиям спортом. Мы дружим, общаемся и сотрудничаем с федерацией самбо города Ульянск. Конечно, хотелось бы максимально помогать в развитии и продвижении нашего национального вида спорта, чтобы молодежь имела возможность, как можно больше молодежи имела возможность заниматься самбо, потому что самбо имеет перспективы попасть в олимпийскую семью, можно сказать, одной ногой там. И дай бог представители и Ульянска будут иметь возможность представлять нашу страну на Олимпийских играх. Единственный прославленный клуб, который принял участие на этом турнире – Пересвет при Жадовском монастыре. Спортивная самбо не профильная для монастырских ребят, но руководство клуба не отказало организаторам и приняло решение выставить своих подопечных на ковры. И, как оказалось, не зря. Пересветовцы дали бой своим соперникам. Увы, но силы, а вернее уровень опытов самбо были неравны. Хотя навыков на этом турнире представители барышской епархии все же набрались и к следующему фестивалю обещали подготовиться более тщательно. Согласно прогнозу синоптиков, 11 декабря в регионе ожидается пасмурная погода. Высокая вероятность дождя со снегом. Температура воздуха днем удержится на отметке плюс 1 градус по Цельсию. Ветер западный – 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков, агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова